Сегодня хочу пройтись по самым часто задаваемым вопросам, которые на самом деле проще некуда, но почему-то партнеры мало об этом знают. По мероприятиям продолжим. Есть некий сайт, который называется myevents.gnsglobal.com. Это официальный сайт компании, предназначен только для мероприятий. Здесь освещается календарь по мероприятиям предстоящим, по прошедшим, где, сколько, почем, что и так далее. Можно выбрать сразу же понятный нам язык. И дальше после этого мы видим календарь, здесь можно кликать переключаться и переходить на то мероприятие, которое вас интересует. Просто посмотреть дату, посмотреть, что например здесь планируется. Вот например 3-го числа мы видим, что здесь круиз для тех, кто выполнил промоушен. То есть вот эти вот все три недели, это три разных заезда по круизам, так как много людей их выполнило, это для всего мира. Есть и другие мероприятия, например, киевское мероприятие можно посмотреть, 23-го числа у нас планируется. Вы можете нажать на более детальную информацию и вот открывается у вас специально отдельная ссылочка на конкретное мероприятие. Здесь уже более подробные даты, время, стоимость билета. Дальше, если вам необходимо принять участие, вы хотите туда прийти, вам необходимо у него зарегистрироваться или купить билет. Нажимаем на кнопочку «Зарегистрироваться сейчас». Немножко позже вернемся к этому опции, но сейчас еще хочу показать, где можно узнать кроме этого сайта о мероприятиях. Кроме него партнеры могут узнать об этом еще и со своего бэк-офиса. Для этого необходимо зайти только для партнеров вкладка «Мероприятие». То есть все это просто, все это есть, все это доступно. Точно тот же календарь, просто немножко в другом виде. Точно так же посвящается здесь, какие события будут проходить. То же самое, нажимаем вот, например, на мероприятие в Майами и мы видим, что за мероприятие, где проходит, сколько стоит и так далее. Еще один вариант, где можно посмотреть, это на официальном сайте. Для этого заходит gnsglobal.com. И у нас есть вкладочка «Культура». Здесь есть тоже календарь. Тут более красочно это все выглядит. Сейчас загрузится немножко. То есть здесь представлено четыре отдельных странички для грандиозных мероприятий, для больших, отдельно для экспо, отдельно для университета. Вот видите, отдельно для университета есть сайт, отдельно для лид, отдельно для экспо и для конвенций. То есть для грандиозных мероприятий. И точно так же есть календарь, вот такой вот красочный, с теми же мероприятиями, куда вы можете перейти, посмотреть, что где проводилось, что где будет проводиться, почем и так далее. Теперь вернемся непосредственно к регистрации. Нажимаем на кнопочку «Зарегистрироваться сейчас». Только давайте более знакомые нам вот такие выберем. Для того, чтобы зарегистрироваться, очень много особенностей новых партнеров никак не могут покинуть эту страницу, потому что у них не получается купить билет уже на этой странице. Заполняют все возможные здесь ячейки, которых на самом деле нет необходимости заполнять. Вам просто нужно ввести логин и пароль и нажать на кнопочку «Логин». Только после этого покупать билет. Вот видите, уже ячейки автоматом подтянулись, ничего здесь заполнять не нужно. Итак, если вам необходимо купить билет на себя только, то вы выбираете, ставите вот здесь вот птичку, страничка обновляется и вы дальше можете переходить к оплате. Если вам необходимо купить дополнительные билеты на гостей или на свою нижнюю линию, отвечаем на вопрос положительно, приобрести дополнительные билеты – да. Снова обновляется страничка и вот нам система предлагает ввести то количество билетов, которые нам еще необходимо купить. Максимум можно купить до 50 билетов с одного логина. Видим, например, выберем два. Для того, чтобы купить дополнительные билеты, необходимо дать название вашей группе, на которую вы покупаете билеты. Просто любое название, латиницей можно ввести, можно цифры ввести для того, чтобы процесс был легче на регистрации. И дальше, если это партнер, то вы вводите его логин. Таким образом, после введения логина система подтянет имя и фамилию и на этого партнера будет точно так же билет. Если же это просто гость, то вы ставите здесь стричку, что он не партнер и потом вводите имя и фамилию этого гостя. Видите, уже URL сайта недоступны поле. То есть система распознала, что этот билет будет не для вашего партнера, а для приглашенного гостя, который еще не состоит в компании, не зарегистрированный. Если же вы еще пока не знаете, кого будете приглашать, например, достаточно заблаговременно покупаете билеты, то лучше всего вводить сюда свое имя или фамилию, или то и другое. А во второе поле в фамилии ввести номер. И таким образом будет видно какой-то гость по счету. 1, 2, 3. Таким образом, если я вот, например, на себя покупаю, то я ввожу свою фамилию бабушка и потом добавляю цифру 1. Здесь тоже самое бабушка и сюда цифру 2. С партнерами автоматически подтянутся их имена в ячейки, если вы введете их логин сюда. И после этого вы можете переходить ко плате. Дальше. Еще бывают такие ситуации, когда вы сначала покупаете на себя билет один-единственный, а потом вам еще необходимо купить на кого-то конкретного, на конкретного гостя. И система автоматически предложит вам, точнее она поставит по умолчанию ваше имя. Если вы хотите купить дополнительный билет после уже однажды купленного на это же мероприятие, то и нажмете здесь на кнопочку «Да» на дополнительный билет, то у вас по умолчанию будет как бы еще не дополнительный один, а дополнительных два. Опять же таки на вас, на вас самого и еще на гостя. Поэтому если необходим один билет на гостя дополнительный, то вам не нужно оставить, приобрести дополнительные билеты, а просто вместо своего имени здесь ввести имя гостя. И все. Не надо ничего больше здесь заполнять. Вы просто переходите и оплачиваете этот билет дальше. Оплата точно такая же, выглядит точно так же, как и оплата любых пакетов, любых товаров через веб-сайт. То есть вы нажимаете на кнопочку «Дальше» здесь вот подтверждается вся информация. И точно так же перед оплатой обязательно не забыть поставить ту валюту, валюту той страны или валюту того магазина, в которой обычно идут продажи в этой стране. То есть если это там Беларусь, то оплата будет в российских рублях. Точно так же Казахстан. Если это будет Грузия, то в украинских гривнах, потому что обслуживается Грузия из Украины. Если это Италия, то соответственно вы выбираете евро. Если это Таиланд, то тайские базы выбираете. И дальше переходите к оплате. Там ничего нового для вас в принципе нет. Как я сказал, оплата точно так же будет выглядеть, как и обычно. Следующий момент, на котором хочу сфинитировать внимание, вопрос, на который часто люди не могут найти ответ и спрашивать. Находится точно так же ответ на этот вопрос в магазине вашего покупателя. А вопросы звучат так. Какой размер НДС, какой товар есть в наличии в этой стране, какой ассортимент представлен, сколько стоимость доставки того, сколько стоимость доставки того и так далее. Все это можно посмотреть у себя в магазине. Например, вас интересует доставка или наличие продукта в той же Италии. Например, в Финнике вас интересует, если там. Для этого переходим в магазин, выбираем Италию и переходим в магазине. И здесь в разделе товары у вас будет перечень тех продуктов, которые доступны для Италии, которые вы можете там купить. То есть, если они есть, то значит, соответственно, вы их заказываете и получаете. Оплата вы видите тоже в евро и здесь написано, что это не включает налог на НДС, потому что в каждой стране НДС разнится в зависимости от того, что за товар вы покупаете. Бывает, что на косметику ниже НДС, чем на БАДы, бывает на андород, бывает НДС фиксированный на все и так далее. Поэтому здесь всегда указано, в магазине всегда указана цена без НДС. НДС вы сможете уже узнать непосредственно перед оплатой. То есть, там будет уже итоговая стоимость отображена в форме доставки и так далее. Опять же, если вас интересует, есть ли доставка в какую-то определенную страну. Не знаю, Эфиопию, например. Вы смотрите, что Эфиопия здесь. Кто? Нет? Есть. Вот Эфиопия. Значит, мы Эфиопия предоставляем. Индия, например, нас интересует. Индию. Сегодня, кстати, один из партнеров звонил и спрашивал, доставляем длину в Индию. Так вот, мы смотрим в магазине и видим, что Индии здесь нет. Исландию, Индонезию, Ирландию, Израиль, Италию, все, Индии. Мы не работаем с Индией. Например, давайте узнаем, какова стоимость доставки будет в Исландию с двух резервов. Потому что оплата, стоимость доставки может также разниться в зависимости от того, какой вес посылки. То есть, бывает фиксированная стоимость, как в России, в Украине. Бывает, она зависит от веса посылки. Для этого мы выбираем два резерва. И переходим к оплате. Здесь необходимо ввести адрес, но не так, как я ввожу, а, конечно же, вводить правильный адрес, тот, который соответствует действительной реальности. Точно так же вводить индекс, который соответствует тому региону, который вы выбираете. И после этого в некоторых странах вы соглашаетесь, вы оставите птичку, что вы согласны, некая служба не доставляет на почтовый ящик, а только по физическому адресу. Например, для стран СНГ такого нет. То есть, никаких птичек здесь ставят не нужно. Ну и, собственно, дальше переходите к оплате. Тут вам уже система предлагает, отображая, сколько будет стоить доставка. Опять же, для некоторых стран вы здесь можете увидеть, какие варианты есть и ставки. Мы видим, что есть приоритетный тип доставки Федексом, есть экономный. Выбираем, например, экономный. Приоритетный отличается тем, что вы сможете взять номер отслеживания и отследить свою посылку. И, соответственно, посылочка, в принципе, приходит быстрее приоритетной. А тут можно увидеть, какой налог составляет на резерв, сколько составляет доставка. Ну и дальше выбираем и оплачиваем. Еще много вопросов поступает по контактам. Куда звонить, как звонить, писать, связываться с кем, в какой стране. Это есть все на официальном сайте. В разделе у нас, контакты, здесь написано, со скольки до скольки работает рабочее время, местонахождение офиса, если в этой стране в офисе присутствует, номер телефона, почта, по которой можно связаться и так далее. То есть смотрим все это на официальном сайте. Видите, да? Та же Украина, та же Россия здесь есть. И офис, и контакты, и телефон. Потом. Обязательно проверяйте всегда в вашем век-офисе. Мне говорят, что не слышно меня. Нормально слышно? Отлично. Так, на чем я остановился? Да, на почтовом ящике. Обязательно проверяйте почтовый ящик. Много вопросов по промоушенам бывает. Все это приходит вам в почтовый ящик. Все основные новости, масштабные новости приходят именно в век-офисе, почтовый ящик. Не забывайте его проверять. Мы видим, что здесь все эти сообщения, выделенные черным, значит, они не прочитаны. То есть, если вы видите, что черненькое сообщение, то, соответственно, вы открываете и смотрите, что это за новость. Пятый момент, на котором хотел остановиться, это стартер-кит. Много недоразумений по поводу того, что такое стартер-кит. Многие из партнеров, подписывая новых, спонсируя новых людей, не рассказывают, что такое стартер-кит. Люди заказывают и потом ждут по месяцу доставки стартер-кита. Так вот, напоминайте, пожалуйста, тем, кого вы регистрируете, что стартер-кит – это не физический товар, он не доставляется, это оплата за регистрацию, за доступ к офису, к онлайн-кабинету и к партнерским ценам. То есть, стартер-кит – это совсем не то, что вы можете получить физически по почте. Также стартер-кит не включает в себя маркетинговые материалы. То есть, J-KIT включен для наших стран, для стран СНГ в состав пакетов. То есть, если человек уже намерен строить бизнес, он покупает пакет и там же получает маркетинговые материалы. И карточка Paylution. Карточка Paylution идет с регистрационным пакетом, с первым заказом, если это регистрационный пакет, если же первый заказ является обычным заказом, то карточка по умолчанию туда не вкладывается. Поэтому необходимо будет тогда связаться с служой поддержки и уточнить свой адрес для доставки карточки, если вы ее не получали. Ну, это, наверное, собственно, все, что я хотел сегодня рассказать.